Хм, здравствуйте, друзья, с вами, как всегда, Андрей Доцент и это Трансформеры. Войны на земле мы продолжаем, ну что же, вторая часть этого особого ивента. Давайте глянем, что же у нас там, стальное сердце. Вторая глава. Не жди добра, а где септиконов. Воспроизведи данную передачу, чтобы не упустить нить событий того, как поиме... Так, бедный Старскрим. Ну давайте воспроизведем. Давай-ка посчитаем. У тебя раз, два, три, четыре, пять... Блин, вышли со Старскримом поиграть. Ядер Прайма против моих шести. Ты забываешь, Старскрим? У меня также есть Матрица. Что, скорее всего, выравнивает мои шансы, не правда ли? Скоро узнаем, Eurodimus Unicronus. Ядра разговаривают со мной, ты знал это. Они обещали мне, что я стану высшей силой во вселенной. Забавно. Мои пообещали мне точно то же самое. За исключением того, что в твоем случае эти голоса обещают то, чего они не смогут сделать. Знаешь, если хочешь, можешь просто передать мне свои ядра Прайма. Было бы намного меньше суеты и беспокойства. Ядро Лидж Максима не сработает на мне. Ты тратишь свое транзисторское дыхание. Но с другой стороны, позволь мне показать тебе, на что способны ядро Вектор Прайма. Нет, нет, что ты делаешь со мной? Возвращаю тебя обратно во времени и все ядра за один раз. Изменяю события, чтобы ядра исчезли из твоих грязных рук и перешли ко мне. Прошу, нет, пощади. Ты служил своей, или скорее моей цели, Старскрим. На этом твоя полезность заканчивается. Порадуйся тому, что тебе было позволено соприкоснуться с истинным великолепием. Такое ощущение, что последнее ядро отколупали от него. Из одного места. Правильно, теперь ты свободен. Что? Что произошло с ним? О, я просто... Чё? Оптимус, тебе слово пока не давали. А Оптимус нас там уже бахнул. Походу. О, я просто обнулил его, Стритвайз. Вернул его к моменту зарождения. К моменту, когда была создана его физическая форма. Бедный Старскрим. Теперь он просто с густок энергии, без матрицы. Тлеющий уголёк, погружающийся в эфир. Итак, выходит, что сейчас ты главный. Каковы будут приказы хозяина? Хм. Принеси мне корону, справишься, Синертвен. Жалко выкидывать её. Бедный Старскрим, а. Отправили обратно. На стадию проектирования, так сказать. Хе-хе-хе-хе. Да. То есть, по сути, всё-таки Вектор Прайм, да, по всей видимости, тащит. Контроль над временем. Ну, в принципе, это понятно, одна из сил мирозданий. Да. Ну, как я и говорил, тут какая-то непонятка с ядрами Праймов. По идее, было бы, конечно, как-то более правильно, если бы ядра могли бы уравновешивать друг друга. А не так, чтобы, как вот тут в ивенте, появилось одно ядро. Оно самое крутое. Но потом другой ивент, появляется ещё одно ядро. Нет, оно круче предыдущего. А потом появляется третий, который говорит, ну я вообще самое классное ядро. А после появляется ещё одно, которое говорит, что все предыдущие вместе взятые ничто. И вот так вот замкнутый круг такой. Однако и странное. Ну, ну ладно. Давайте будем очки ивента набивать. Бедный старый скрим, а. Одна корона, по сути, от него осталась. Да. Хотя у меня такое чувство, что он использовал ядро Вектора Прайма, чтобы переместить его обратно во времени. Да, и как бы все события переписать. Но что если какой-то из ядер праймов, которое было у Старскрима, скажем так, позволит ему, не знаю, сохранить свою сущность, перенести в корону? Или стать таким, я не знаю, цифровым вирусом, трояном. У Родимуса Юникронуса баннер всплывать будет перед глазами. Хотите продолжить функционировать? Отправьте смс на луну. Ё-моё. Вот тебе Родимус Юникронус словил. Баннер. Бедолага. Надо антивирус ставить, Родимус Юникронус. Я чувствую, следующий ивент будет. Там, наверное, Старскрима, так сказать, цифровую его часть, если она уцелеет там, да? Отправит, наверное, в карантин нафиг, ё-моё. К Касперскому, да? Обалдеть. Ой, кошмар. Ух, события развиваются, а? Каламбур. Сколько там ещё ядера-то осталось? Сразу скажите. Если их все вместе собрать, к чему-нибудь это приведёт? Не, не знаю, Танос появится? Так. Ага. И главное, во время диалога там Оптимус сказал, как его, батарея заряжена там, ну как это, силовые эти, ячейки. Или силовые, ну короче, батарея заряжена, я уже дословно не помню как. Пока мы тут, пока мы тут сюжет пытались, так сказать, это, разобрать события с истинной точки зрения, как оно всё происходит, Оптимус там уже опять закинулся, да? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, на трезвую голову это не понять. Ну ладно. Давайте, ребят, ломайте это всё, ломайте. Эх, лохнотый прыгнул. Ого. О, а это кто вышел? Ничего себе. Ну, с ноги с разворота. Ого. Мда. Нет, Оптимус Прэймал, конечно, скачет прям как это, я не знаю, ну реально, очень мобильный игрок, особенно когда он через стены прыгает, а то что-то с чём-то. Во. Во. Си-спрей. Нормально. Ну, короче, получается, Родимус Юникронус просто козырным этим ядром завладел. А интересно, постойте, а допустим, если этот повелевает временем, нет ли других ядер, которые повелевают, допустим, я не знаю, пространством? И почему Старскрим не использовал свои ядра? У него же там тоже, помимо одного этого Лидж Максима, которое влияло на сознание, должны же были быть и другие ядра, которые там тоже что-то делают. М-да. Это фиаско. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, Старскрим. Ой, бедолага. Сейчас, обрабатывай Валвик. Но мне кажется, дальше будет вообще нечто ещё более абсурдное. То есть это ещё, понятное дело, не конец событий, но дальше будет... Будь здоров. Ну, ломайте вы быстрее это всё, ну вы чё? Так, ага. Давай, ломай. О-о-о. Блин, Оптимус, хрена ты сюда прыгнул. А вы видали, да, пушки как? Как будто они самозастрелиться решили. Блин, даже у Турили бывает депрессия, ничего себе. Правда, Виндблейд опять ласты склеила. Ну ладно. Кто это там вылез? О-о-о, Сентиус Малус. Ё-моё, ещё одного грохнули. Давайте, ребята, вы там это, хорош. Сентиус Малус надо это... О, Сентиус Малус и Оптимус Прайма. Чё такое? Такое ощущение, что Сентиус Малус пытается его поцеловать, Ё-моё, а этот такой отталкивает его в ответ. Прочь от меня! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Оптимус с бутыльника нашёл своего. Ты меня уважаешь, уважаю. Тогда пить не буду. Ах, ты так, ну тогда я так. И понеслась. Последний вообще чё-то поздно вылез. За живот схватился. Намешал, походу. Хе-хе-хе. Блин. Кошмар. Если бы у этой игры была бы какая-нибудь, я не знаю, прикольная озвучка как раз вот на такую тематику, тут бы вообще, наверное, такой бы угар дикий бы творился просто. Просто идёт бой, да? Там кто это? Ты меня уважаешь, не уважают. На заднем плане этот за живот держится, блеёт там, да? Борщ! Блях! Хе-хе-хе, капец. Такой кошмар. Войны на земле. Всё никак не стихнут. Мда. Угораздило же им попасть на землю. Трансформером. Но. Уничтожим всё это мелкое, а потом мы отправим туда. Ну, ребята, давайте. Приземляйся ты давай, ё-моё. Ну. Ну. Так. Так. Во, все в атаку пошли. Ну, все в атаку. Хорошо. Вот это нормально. Кто там? Пушку уничтожьте. А, кто-то вылез и кто-то сдох опять. Вот неплохо-то. Сентиу... Магнус за базу, Лита за Магнуса, Бамбалби за элиту. Старая, так сказать, народная басня, ё-моё. Прямиком из Кибертрона. Ну, все на максимуме. Хотя нет, хаунд. А, кстати, у меня же там ещё один боец прокачивается. Ага. Сразу бой. Ну, вот последний отряд наш. Я вроде более-менее распределил. То есть у нас получается 2 801 отряд и 4 отряда по 2000. Ну, в принципе, это максимум, которое я могу выжить. И за раз сразу половина батареи, что немаловажно. То есть всё как-то быстрее проходит и эффективнее. А потом ещё добавится по одному боту. После прокачки базы. А я уже могу прокачивать базу, в принципе. И когда я прокачаю базу, я смогу увеличить количество бойцов в отряде. Ой, блин, ну я так хотел этих отправить. Давайте, мелкие, воюйте. Опа. Рогатый в атаку. Это прям по рогатому. Прям по жопе ему мечом там. Хлысь, хлысь. Вот так. Рогатый отпелен нафиг. Он как бы этого. Ерит рогатого, а сам не бьёт. Это синергия. Кооперативное взаимодействие между разными бойцами. Нормально. Хорошие ребята. Слак сразу на максимальном уровне. Это Стар Сейбр, да, был? Ну да. Вот таки дела. Блин, Синтюс Магглус, надо ведь тебе ещё прокачать тоже. Ну, ладно, друзья, давайте-ка закончим тут. И продолжим уже, как обычно, всё в следующих сериях. А ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной трансформеров снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Крепкого здоровья, приятного настроения. И храни вас праймус с Юникронома. Пока-пока.